Вопрос. Как правильно, или как сейчас можно говорить, экологично проявлять эмоции злобы или гнева, если уж они возникли? И как правильно объяснить ребёнку-подростку это делать? Я обращаю внимание на формулировку вашего вопроса. Как правильно проявлять эмоции злобы или гнева, если уж они возникли? И вот откуда такое, если уж они возникли? Как будто бы отношение к этому не очень хорошее. Как будто эмоция злости, ну такая она, так себе, плохенькая. И её испытывать вообще неправильно. Ну как будто это неизбежное зло. Ну раз уж оно есть, как уж тогда? Да, ну как бы по-хорошему с ней обойтись. Ну вот так вот как-то сказать. И чтобы поняли, и я вот такая осталась тут хорошая. Вот. Мне кажется, тут надо вообще сказать, что такое злость или гнев. Потому что вот тут злоба, гнев, агрессия, вот эти вот вещи. Раздражение, возмущение. Это же всё как ярость. Это же всё... Это всё есть энергия. Энергия направленная на то, чтобы защитить то, что для вас ценно. Отодвинуть кого-то от себя или самой отодвинуться. Либо приблизиться. Для этого тоже нужна такая злость. Энергия злости. Ну и как-то преобразовать вокруг себя окружающую среду. Изменить ситуацию, да. Которая вам не нравится. Вот. Что-то происходит в окружающей среде. То, что вас не устраивает. И вот эта вот злость, это как сигнал того, что что-то сейчас не так. И я хочу это поменять. И я хочу это изменить. И у меня есть энергия, чтобы это всё взять и как-то поменять. Вот оно, что такое злость. Да. И не может как-то... Если уж она возникла. Ну не может так. Если уж она возникла. Она возникает. То есть это вообще относится к базовым эмоциям. Вот злость. Это вообще базовая эмоция. Она всегда есть. Вы можете её не замечать. Это одно, да. Но она у вас есть. И злость есть у каждого человека. Абсолютно у каждого. Злость это чувство нравственно-нейтральное. Это не плохое, не хорошее. Это нравственно-нейтральное чувство. В самой по себе злости греха нет. Может быть там... Как вы её выражаете, вот в этом может быть проблема. Но в самой по себе злости никакого греха нет. Это как раз энергия, направленная на преобразование окружающей среды. Вот вокруг меня. Мне это ещё не нравится. Как я сейчас возьму, сделаю так, как мне нравится. Например, так. Поэтому, если уж злость не возникает вообще никогда, значит, что вы умерли. Потому что вы никак не преобразуете окружающую среду, если не считать, что вы будете лежать, разлагаться и как-то дурно пахнуть. А так вы живой человек обязательно будет где-то злиться. Другой вопрос. Как же? Да. Что он может это подавлять, может этому сопротивляться, может это выражать пассивненько, так вот, не напрямую. А может напрямую. То есть он как-то с этой злостью будет обходиться. И вопрос как раз как проявлять экологично. Значит, смотрите, чаще всего такой вопрос возникает, когда злости накапливается много, и она выплёскивается аффективно уже. И про экологичность там говорить совершенно уже... Интенсивность переживаний не даёт возможности никак экологично сказать. Потому что голова в этот момент вообще не соображает. Просто гнев выплёскивается и всё на этом. Это как стихийное бедствие, как землетрясение. Вот оно случилось, что рухнуло, то рухнуло. Вот потом уже, когда всё пройдёт и всё успокоится, будем разбираться, что со всем этим делать, как убирать обломки, и как залечивать раны, и как всё это заглаживать уже. Но когда вот эффект такой вот ярости случился, то это вот так. И случается это так. Почему? Потому что накопилось, накоплено. Так вот, чтобы выражать экологично, не нужно накапливать. А нужно сразу же, когда вы замечаете в себе, это уметь выражать. Действительно. Ну, вообще есть такие известные, не знаю, в интернете, все их как-то рекламируют и говорят о «я-сообщениях». Вот множество психологов, они как-то вот очень часто употребляют эти «я-сообщения». То есть это, когда вы говорите о том, что с вами происходит, в ответ на какое-то действие другого человека. То есть когда ты делаешь что-то, то-то, со мной происходит вот то-то, вот то-то. Я прошу тебя, больше так не делай. Вот. Это очень экологично. Но не всегда это работает, скажу я вам. И если человек сидел на шее 20 лет, вот так вот говорить ему, он вас не услышит. И нужно тогда, правда, на этой энергии злости достаточно жестко сказать, слушай, товарищ, слазь-ка с моей шеей, и больше так со мной нельзя. Ну да. И в любом случае даже такое сообщение, вот как Оля сейчас сказала, его придется повторить не один раз. Вот. Потому что если человек привык, вот так. Да, и вы раньше давали такую возможность как-то переходить ваши границы, пользоваться чем-то вашим. Вы так это терпели, смирялись как-то, да, удерживали что-то внутри, никак не проявлялись. И вдруг какой-то момент вы так писнули, так. Не надо так со мной. Он не услышит. Надо будет много раз повторить это. И причем так повторить, чтобы прям повторить. Потому что это некое... А потому что прилетит-то в ответ. Ты чё? Ну да. Ты вообще как это? Всегда было можно. Потому что сейчас такое было. А потом вдруг нельзя. Как ты могла. Да. Как? Да ты что? Да я же из благих соображений. Я же добра всем хочу. То есть вас не услышат. Поэтому нужно быть готовым к тому, что следует повторить не один раз, а может быть пять раз, семь раз. То есть много-много раз. Но вообще Лобковский говорит о том, что не надо повторять. Сказал один раз, не услышал. Пошел. Лобковский, на мой взгляд, очень категоричен. Надо как-то... Вам наступали на ногу 20 лет, допустим. И вы 20 лет молчали, но решили все-таки сказать. Но вам эти все 20 лет было неприятно, больно, неудобно и вообще как-то нехорошо. Вы терпели, терпели, терпели. И сколько времени вам потребовалось, чтобы осмелеть и в конце концов сказать, и что-то поменять. А человек, ему было 20 лет норм. И чтобы он вас услышал, это вам нужно до него докричаться буквально. Он с первого раза вас не поймет, он со второго раза вас не поймет. Это нормально. Он еще будет обижаться, расстраиваться. Это нормально, что люди с первого раза не понимают. Надо давать людям время осмыслить, что вообще-то, слушай, друг, что-то здесь происходит, что-то меняется. Есть какая-то новизна. Поэтому, ну да, с первого раза не выйдет. Короче, как проявлять эмоции зло, злость и гнева, говорите про них. Не накапливайте, а вот сразу говорите, слушай, я на тебя злюсь. Что это такое? Меня это возмущает. Я сержусь прямо вообще. Это никакие ворота. Ну, в общем, вы говорите про это. А что касается, как правильно объяснить ребенку-подростку, как это делать, то тут интереснее. Ну, в связи с этим вопросом у меня тоже возникла идея о том, что этот вопрос про вас. Как будто бы вы спрашиваете, а что же мне делать, когда ребенок так выражает агрессию. Как будто бы вы с этой агрессией сталкиваетесь и не знаете, что делать. Ну, вот так вот сложно, сложно столкнуться в свой адрес с такой агрессией. И вы как будто бы... Спрашиваете, да, как мне ему объяснить, на самом деле, в маме. Как мне быть с этим переживанием. То есть, вы как мама, скорее всего, вы так пугаетесь, что ли, вот такой агрессией своего ребенка. В общем, здесь важно посмотреть, что с вами происходит. Когда ребенок выражает свою агрессию, подросток, да, он может выражать это, конечно, совсем не экологично. Это понятно. А что происходит здесь с вами? Вы пугаетесь. Что с вами здесь происходит? Или вы, может быть, чувствуете себя виноватой за что-то? Ну, скорее всего. Потому что дети, они же все напрямую так высказывают. И тут родителям вообще сложно удержаться в таком знании о себе, что я достаточно хорошая мать. Ну, не плохая, не идеальная, а такая средняя, достаточно хорошая для этого ребенка, для своего. Удержаться важно в этой позиции и ни туда, ни туда не завалиться. Вот, не в обвинении себя там, потому что, ну, правда, сложно выдерживать. А вам сейчас нужно быть прям контейнером. Контейнером для своего ребенка и контейнировать, и устойчиво. Устойчиво, вы знаете, как этот кораблик бьется на волнах, в бурю, да, бьется. И вот вам нужно быть таким устойчивым. Держаться на плаву. Да, держаться на плаву. Кстати, есть такое хорошее стихотворение родителям подростка. Я сейчас помню, а там такие хорошие строки. Если я его найду, я его размещу под этим видео. Вот, они прям очень поддерживающе, потому что прям вам сложно, да. И если вам сложно со злостью еще, и ребенок на вас злится, то прям совсем... А то, что дети злятся, это нормально. Это вообще хорошо. Это вообще отлично. То, что ваш сейчас подросток злится и агрессирует, как-то проявляет злость открыто к вам, это значит, что он вас считает вообще безопасным человеком, которому можно это все сказать и вылить все свои переживания. Потому что у него там просто хаос, там, бунт. Он проходит сейчас сепарационный период, когда он отдаляется от вас, он пытается стать независимым, самостоятельным, автономным. У него это не получается. Он опять пробует, он злится из-за этого. И, конечно, он винит в этом своих родителей, потому что это все они виноваты. И накопившегося у него там очень много. Поэтому он выражает это все резко, выплескивая. Там все это может и некрасиво быть. А то, что он выражает, это значит, что вы хорошая мама. Значит, ему с вами безопасно. Да. Я сейчас вспомнила. Ну так, поделюсь немножко своим опытом. Когда у меня сын переживал подростковый такой вот бунт, и было достаточно сложно. И, наверное, года три у нас длились такие споры, ссоры, когда мы не понимали друг друга и пытались понять, и разговаривали. Но было достаточно сложно. Я помню такой момент, когда ему исполнилось 17 или 18, вот что-то такое между 17 и 18. я была на кухне, и он подошел ко мне так сзади, обнял меня и говорит, ну все, мам, можешь расслабиться. Я так повернулась на нее, говорю, что случилось-то? Он говорит, ну все, закончился мой переходный возраст. И правда. Да. И потом стало все намного легче. И мне хочется вас так поддержать в том, что это закончится. Это когда-то закончится точно. Ну а то, что ему объяснить, как правильно ему, экологично, не надо ничего объяснять. Вы его только злить будете еще больше. Пусть он сам учится, пробует, экспериментирует. Вам здесь самой надо быть просто устойчиво этому. И мы вам желаем на этом пути терпения и всего хорошего. Всего доброго.